Музыка Ну что ж, дорогие друзья, хорошо, что прозвучал звонок на урок, а то эти, это как его, трио, эти школьные болтуны реально петь не умеют, а все лезут на импровизированную сцену. Короче, значит, школа здоровья в эфире и ее ведущий попугай Вася. И у нас сегодня в гостях на первой парке Вячеслав Владимирович, тот самый достопочтимый ветеринар, который рассказывал о правильном питании. Или, может быть, лучше назвать его «Человек правильное питание». И сегодня он хочет нам рассказать о своих домашних животных. Вы знаете, когда начал вести свой образ жизни поменял, начал заниматься здоровым питанием, то я обратил внимание на поведение своей собаки. У нас есть собака в семье Йокшир. Она очень активная такая. И как ветеринарный врач, мы знаем, что собаки, кошки, все домашние животные, они любят как бы мясо. Но вы знаете, самое странное, что я заметил, когда я варил мясо, это был этот опыт специальный, да, я начал давать собаке. И она отказывалась, понимаете. Но когда по утрам я делаю себе сок из моркови, яблока, она стоит, прям заглядывает, прыгает и просит хотя бы кусочек морковки, кусочек яблока. Огурец даю ему. И вы знаете, он с удовольствием это все ест. Да, интересная тема. Что же это за ветеринар такой, который собаку кормит не мясом, а морковкой? Прям экспериментатор какой-то. Нет, ветеринар-экспериментатор, который кормит, так сказать, своих домашних животных. Чем он только кормит, непонятно. Ну ладно, послушаем дальше. Вы знаете, вот я вспомнил своего знакомого, близкого, да, у него есть тоже маленькая собака Грифон. Тут однажды мы с ним встретились, и он говорит, ты знаешь, говорит, а у нашей собаки оказывается камень. Я говорю, как камень? Ты же ее кормишь вроде бы мясом, там, питанием у нее, как бы, ну, которые рекомендуют врачи. Он говорит, ты знаешь, был приступ ночью. Я говорю, как ты приведешь сюда приступ именно каменный? Он говорит, начал он суетиться, ходить, говорит, как-то ночью, непонятно себя ведет. Говорит, мы дождались до утра, поехали к врачам. Они посмотрели ее, сделали УЗИ и обнаружили камень. Я говорю, Сереж, получается тогда какое-то неправильное питание у твоей собаки? А он говорит, да нет, ты что, мы кормили там ее определенными кормами, дорогими, там, элитными. Я говорю, а вообще что положено есть собаке? Он говорит, мясо. Мясо. Хорошая еда мясом. Ну вот мы, попугаи, едим, так сказать, зерно. Поэтому мясо нам неинтересно. Ну ладно, послушаем дальше. Мясо. А я говорю, а какое именно мясо? Вареное, жареное, может и шашлык, там, барбекину делаешь? Он говорит, да нет, конечно, отваривает. Я говорю, стоп, тогда давай подразберем немножко, хотя бы заскочим на природу посмотрим. Волк, он же не варит, он же не жарит сосиски, гляшки, он же ничего этого не ест. А он говорит, а ну да, ты правильно говоришь. Я говорю, ты пробовал свежее мясо давать, вообще собаке, просто покупать кусочками и резать? Он говорит, нет, мы варили элитными кормами, а теперь мочекаменная болезнь. И тут он вспоминает, ты знаешь, у меня раньше была собака, овчарка. Она жила у меня во дворе, я говорю, я ее кормил, говорит, пшеницей. Я говорю, в смысле пшеницей, на поле запускал что ли? Он говорит, да нет, конечно, я запаривал пшеницу, я наел. Она такая была поджарая, прям, все, готова была перегрызть проволоку своими зубами. И, говорит, даже знакомые приходили и говорили, слушай, Серый, ты чем кормишь собаку? Он говорит, пшеница. Крузия говорит, да ну как? Он говорит, да нет, конечно, сейчас опыт даже сделаем. Взял миску, положил туда ей пшенички, сухой, обычной же, не запаренной, и воды. Ну, пока они там стояли, общались, и собака съела. И вы знаете, он говорит, вот смотрите, видите, она даже сухую у меня ест пшеницу. А я ее кормлю, говорит, бывает проращиваю пшеницу, бывает запаренная пшеница. Ребята говорят, ну а ты хотя бы там мясо. Он говорит, ну очень редко свежее мясо, если друзья там какие-то обрезки привозят, даю бы. А так обычно она, говорит, на растительной пище живет. Также и у меня йокшер, то же самое. Вот что бы я ни взял из свежего питания, из продуктов. Он говорит, я, он даже, недавно даже абрикосы попробовал, абрикосы, и с удовольствием просил еще абрикосы. Да, абрикосы. Вы еще скажите, что они, это, хрен едят. То есть, это, хрен не едят. Ну, короче, хрен с ним. Так, давайте послушаем дальше. Кушает подряд огурцы, свеклу ест, овощи, фрукты. И сидел, кушал банан, смотрел телевизор, она подбежала, даже банан взяла мне, выпросила. Дал кусочек, и тут же на глазах она его съела. Прямо не собака какая-то, а бананежка. То есть, собака-обезьянка, что ли. Ну, не знаю, чем еще можно собак кормить. Ну, ладно, бананы там, абрикосы. Так что она, мясо совсем не ест, что ли. Ну, и возвращаясь к своих собаке, к Йокширу, вы знаете, что самое интересное заметил. Если даю вареное мясо, она его как бы даже носом покрутит, отвергает. Если свежее мясо, да, она его кушает. Но в волк по природе тоже свежее мясо ест. И давайте хотя бы здесь сопоставим. Почему так? Потому что в свежем мясе есть белки. В вареном мясе белков нет. Но утверждают, что белки есть. Ведь коагуляция белка происходит свыше 60 градусов. Мы, как обычно, мясо варим при температуре 90 градусов выше. Жарим, там еще температура больше. Тогда вопрос, откуда там белки, которые нужны для строительного материала наш. И смотря на свою собаку, я думаю, неужели даже собака, которая активная, и год я за ней наблюдаю уже, она постоянно бегает, прыгает. Суета-сует получается. Но ест всегда, она любит овощи, фрукты. И всю ту пищу, которую я тоже перешел на здоровый питатель. Я думаю, вот тебе и на. И собака со мной тоже самое перешла. Вот тебе и на. То есть не на. Ну, не важно. Короче, получается так, что природу не надуришь. Она всегда выбирает то, что ей нужно. И собака тоже. Ну, ладно. Поэтому, дорогие друзья, я как ветврач не буду вам навязывать своего мнения, кормления, животных своих домашних. Буду смотреть за своим питомцем. Будем вести здоровый образ жизни. И наблюдать, как он себя ведет в дальнейшем. Ну, что ж, дорогие друзья, конечно, мы будем наблюдать. Но вообще-то этот опыт нужно перенимать. Перенимать опыт, как вести здоровый образ жизни. А на этом, дорогие друзья, наш, так сказать, разговор закончен на первой парте. И мы с вами говорим... То есть, что мы говорим? А, мы говорим, до свидания, до новых встреч. Берегите себя.